Майнкрафт очень многогранная игра. В ней скрыто много чего, и как ни странно, с каждой новой версией тайны становятся явными, а секреты раскрытыми. В этом нету ничего плохого, наоборот, всё это создано либо случайно разработчиками, а впоследствии забыто, либо же наоборот, всё так и было задумано. Ведь от этого игра ничего не теряет, наоборот, это идёт только на пользу. Но не все факты или секреты Майнкрафта сами по себе полезны. Некоторые скучные, некоторые совсем бессмысленные и ненужные. Мне понравилась эта идея, и я решил спросить у вас же самих, что по-вашему самые бессмысленные, бесполезные, а временами забавные и глупые? И благо ответов было много, так что не будем терять времени. Привет, меня зовут Неркин, и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперёд за истиной! Лавомерки были добавлены совсем недавно, и полюбились очень многим игрокам, потому что это своеобразная лодка, на которой мы с вами можем передвигаться, наслаждаться, и сами по себе они очень милые существа. Да и при том всём, это единственный мирный моб в Незере. Потому что других мирных мобов в Незере не существует, есть нейтральные такие, как пиглины, которые не будут тебя трогать до того времени, пока ты их сам не тронешь. Но вот даже если вы ударите лавомерку, она вот в ответ вас бить не будет. Честно вам скажу, век живи, век учись, потому что смотрите, если мы с вами призовём налёт на бедрок версии Майнкрафта, и увидим нашего разбойника, и попытаемся бросить в него белый флаг, держи друг, возьми белый флаг, то он дропнет вместо него наш полноценный арбалет, и всё, он станет полностью мирным. Это касается всех разбойников, которые с арбалетами, ты им бросаешь, и это можно трактовать по-разному, то есть белое знамя, это белый флаг, когда ты показываешь, что ты сдаёшься, и при этом всём разбойники слишком как-то мирно себя ведут, и бросают свои оружия. Ну это мега странно, на джаве такого нету, но это прикольно. Ой люди добрые, помогите, что же мне делать, нахожусь очень высоко над землёй. А если быть точным, то ровно 100 блоков от земли. И что же в этом случае мне делать? Всё очень просто. Прыгнуть на блоки сена. Как видите, прыгнув с высоты 100 блоков на блок сена, у меня остаётся полсердечка жизни, но при этом понятное дело, все сердечка у меня были на месте. У меня есть к Вам очень нестандартный вопрос. Что Вы скажете про кактусы? Нравится ли я вам в Майнкрафте или же нет? Ещё пожалуй вопрос. Какой максимальной высоты кактус Вы встречали в обычном мире Майнкрафта? Мой максимум, это был 5 блоков. Но знали ли Вы, что нашли самый большой, самый гигантский кактус в Майнкрафте? Высотой целых 22 блока! Если Вы думаете, что я Вас сейчас обманываю, нифигашечки подобного! Майнкрафт версия 1.14.4, вот этот сид, и телепортируемся по вот этим вот координатам, прожимаем Enter, и... Вы только что его увидели! Это самый гигантский кактус в мире! 22 блока! Сами можете проверить версия Майнкрафта 1.14.4! Капец он гигантский! 22 блока! Если честно таких ещё не видел! Я бы мог бы сказать, что это кто-то построил, но можете сами проверить! Это прям реально очень большой кактус! Как бы Вы с Вами не любили Майнкрафт, но мы все прекрасно понимаем, что в некоторых местах, есть какие-то странные непонятные вещи, которые нам попросту трудно объяснить. Например, то что если мы зайдём в настройки, а затем язык, здесь будет тонна различных языков. Начиная русским языком, украинским, английским, и заканчивая вот этим вот языком под названием Куэнья, Арда. Выбираем его, и получаем что-то совсем непонятное, потому что теперь переведён на язык, которого не существует. Точнее, если он есть в Майнкрафте, значит он существует. Я сделал небольшую ремарочку, это вымышленный язык из Василины Кольца, а именно это эльфийский язык. Думаю Вы прекрасно понимаете, что любая уважаемая себе игра, которая довольно популярна, продаёт свой мерч. Таким образом они зарабатывают тонны денег. Майнкрафт, понятное дело, не исключение, и они тоже продают различнейший мерч, в том числе и книги. В том числе и специальное руководство для новичков. И вот в одной из таких книг разработчики заявляют то, что первым делом, как только мы с вами появимся в мире, нам не нужно добывать себе дерево, крафтить инструменты, добывать себе еду, пытаться где-то найти первое убежище. А первым делом, нужно добыть много блоков земли, и создать себе вот такой вот огромадный столб, чтобы мы с вами не потерялись, и могли вернуться домой, где бы мы с вами не были. Это довольно странно, довольно непонятно. Но всё же, разработчикам же лучше знать, как играть в их же игру. Думаю, что все старички, которые играли в Майнкрафт давным-давно, помнят этот прекрасный вид. Эти прекраснейшие, прелестнейшие частицы. Потому что, с одной стороны, это было что-то поистине прекрасное, с другой стороны, поистине жуткое. Казалось бы, как это может быть одновременно и там, и там. Всё просто. Это очень красиво выглядит, потому что раньше от Бедрока, когда ты прям спускался очень низко, появлялись вот такие подобные частицы. И это было что-то с чем-то, это очень красиво выглядит, и очень необычно. Но в то же время, из этих частиц лагало настолько сильно, что даже сейчас у меня тут максимум 100 фпс, в старой версии Майнкрафта. Хотя должно быть намного больше. И поэтому разработчики приняли решение, что нужно бы их удалить. Но я бы на их месте всё-таки вернул бы их обратно, только дал возможность включать или выключать их, потому что это действительно очень красиво. В моих руках находятся два всадника апокалипсиса. Это деревянная кирка и золотая кирка. И многие до сих пор спорят о том, что крафтить алмазную, там даже назеритовую мотыгу, это вообще бесполезно, это не нужно. Потому что проще всего скрафтить деревянную, или даже на худой конец каменную. Но я знаю то, что точно не нужно никогда крафтить. Это золотую мотыгу, потому что прочность этой золотой мотыги 32 блока, в то время как деревянные мотыги 59 блоков. Задумайтесь, люди. В версии Майнкрафта 1.17 нам добавили два новых вида деревьев. Это вот такой вот багровый стебель, и искажённый стебель. И соответственно из-за того, что эти деревья растут в Незере, здесь очень жарко, то деревья и доски из этих деревьев, они не горят. Негоже это, чтобы горели они. И с одной стороны, это прикольно, это удобно. Но вот например, если мы из этих блоков сделаем себе палки, и например ту же самую деревянную кирку, и попытаемся кинуть это всё в огонь, то посмотрите, что произойдёт. Она исчезла. Логика Майнкрафта. Как вы все знаете, в Майнкрафт 1.17 должны добавить вот такую подзорную трубу. И из-за того, что когда мы смотрели в подзорную трубу, вид был круглым, многие игроки попросту разозлились на Моджанг и сказали, что так не должно быть. Потому что в Майнкрафте нету кругов. Даже из-за этого убрали круглое солнце и заменили его на квадратное. Понятное дело, что разработчики не могут сопротивляться множеству игроков, и они в 20w46a заменили текстуру на квадратную. И это нормально, потому что в Майнкрафте нету кругов. Но всё же посмотрите, если бросить предмет, то что мы увидим под предметом? Правильно, это всё та же круглая тень, про которую мы говорим. Круги в Майнкрафте всё же есть. Посмотрите прямо сейчас на эту картину и подумайте, в чём же подвох? К чему же я всё-таки клоню? Самые сообразительные сразу же поняли то, что деревянной киркой мы спокойно можем добыть дерево. Каменной киркой мы спокойно добываем камень. Железной киркой мы спокойно добываем себе железо. Алмазной киркой тоже спокойно добываем себе алмазы. То же самое и с Незритом. Незритовой киркой спокойно добываем древние обломки, материал из которого вообще создаётся Незритовая кирка. Ну что же насчёт золотой кирки и золота? Как думаете, получится ли у нас это сделать, или же нет? Ответа очень просто не получится, потому что это единственный материал в игре, который не может добыть… собственный же материал. Но вот например, если мы с вами отправимся в Незер, и там попытаемся добыть вот подобную золотую руду, то у нас всё получится это сделать.. В общем, вы меня поняли. Незерскую золотую руду добыть золотой киркой можно, а вот обычную золотую руду, увы нет. Все вы прекрасно знаете, что в Незере нельзя разлить ведро воды. Оно попросту испарится. Но мы можем с Вами залить эту воду в котёл. И таким образом у нас будет вода в Незере. И если вдруг мы каким-то образом случайно где-то подожжём себя вот таким образом, мы сможем быстренько залезть в этот котёл и потушить себя. Но при этом уровень воды уменьшится. И так можно сделать три раза. Но ведь это тоже занимает некоторое время. И вот в снэпшоте 20W46A разработчики добавили рыхлый снег. И этот рыхлый снег можно поставить в Незере. Только гляньте на это. И мы тоже самое можем себя поджечь чисто случайно. И подбежать, и затушить себя. И уровень при этом всём этого снега падать не будет. Мы можем даже его обратно забрать себе в инвентарь. Читерно конечно. Уверен, что это разработчики уберут. Но всё же это существует. Кстати многие игроки до сих пор верят и надеются в то, что если они где-то добывают себе алмазы. И они увидели вот озеро лавы. То скорее всего где-то здесь должны быть алмазы, которые они так долго искали. И на самом деле всё очень просто. Алмазов здесь не будет. Это очень распространённый миф, который придумали ещё очень-очень давно. То что где-то возле лавы будут находиться залежи алмазов. Но это не так. Этот миф стар как Майнкрафт. Всё потому что место дохождения алмазов очень глубоко под землёй. И здесь очень часто встречаются лавы и озёра. Так что всё это бред силой кобылы. До сих пор меня не отпускает версия Майнкрафта 20W46A. Всё потому что именно в этой версии нашли тоже очень занятный и необычный баг. Да мистер Майлз Моралис Спайдермен? Только посмотрите. Пытаемся создать себе например алмазный блок из алмазов. Берём мешочек, и закидываем себе вот таким образом в мешок все алмазы которые существуют. В мешке 9 алмазов, но при этом алмазный блок остаётся. И мы его забираем. И забираем этот алмазный блок, разбираем ещё раз на алмазики. 64 алмаза, и у нас в мешке 9 алмазов. И они не фантомные, они самые что ни на есть настоящие. Но не чудо ли? Чудесные, разработчики как всегда удивляют нас возможными дюпами. И это реально прикольно. Прикольно то что это обнаружили именно в снэпшоте, а не уже в готовой версии Майнкрафта. Запомните одну очень важную истину. Если вдруг у вас есть лодка, и вы находитесь на 48 блоков от земли, то знайте, вы будете в полной безопасности. Всё потому что, если мы с вами спрыгнем с этой высоты на лодке, то с нами ничего не произойдёт. Мы не разобьёмся. Иииии... Шубульськ. Всё хорошо, мы живы. Но это опять-таки касается только 48 блоков. С 49 блока вы уже сразу упадёте и умрёте. Вот такой Майнкрафт неоднозначный. А что вы чувствуете, когда вы смотрите на эндермендов? Если честно, я чувствую какую-то загадочность и... И быть может даже страх. Потому что они очень неоднозначные ребята. Тут они возле тебя стоят, случайно куда-то посмотрел, и они уже тебя пытаются убить. Но у них есть одна очень важная особенность. Этот моб единственный, в своём роде которого можно встретить сразу во всех трёх разных измерениях. Это Незер, это Мир Края, а также Верхний Мир. Ребята любят путешествовать, это уж точно. Честно признаться, я всегда восхищался этими ребятами. Это если что свинья, не корова, не путать. Ни в коем случае. Спросите, почему я ими восхищаюсь? Да всё очень просто. На этих же ребятах можно кататься по красоте. Берёшь седло, закидываешь на свинью, садишься и всё, и она тебе везёт. Правда ещё нужно взять удочку с моргой. Но блин, как же круто, когда ты путешествуешь с моргой. Я не могу честное слово. Хотел бы сказать, как же это круто. Это забавно, это смешно. Но проблема в том, что если я буду пытаться ходить на свиньи, она вообще упала. Если я буду пытаться передвигаться при помощи свиньи, то выйдет как-то не очень. Потому что передвигается она медленнее, чем даже я просто хожу. Окей, было ещё очень-очень-очень много различных, интересных, забавных, бессмысленных фактов, которые вы мне написали. Поверьте, вставил бы их все, но видео получилось бы, мне кажется, на неделю минимум. Поэтому сегодня вот так. Это экспериментальная серия, если вы поставите свои лайки, обязательно поставьте лайки, если вам понравилось. И напишите свои какие-то бессмысленные, безумные факты, которые связаны с Майнкрафтом, чтобы я их использовал для своего следующего видеоролика. А если вы здесь впервые, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов, это займет от силы 5 секунд. Ну а с Вами как всегда был я, Неркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому! Ещё услышемся!